Итоги летней оздоровительной кампании подвели на еженедельном совещании главы в окружной администрации. Мы подведем в итоге наши летние оздоровительные кампании. В этом году, напомним, что у нас сработало на территории четыре оздоровительных лагеря. Они приняли более четырех тысяч детей. В летние лагеря поехали ребята от семи до пятнадцати лет. Львинную долю детей принял лагерь настоящих героев в парке «Патриот», в котором отдохнули более двух тысяч школьников. Из них 52 ребенка Одинцовского округа. Дети проживали в куполах Буллера, 12 человек, пятиразовое питание обязательно, программа военно-патриотического воспитания. Отлично в это лето ребята отдохнули в Орленке, Объединенном Королевстве и Радуге. Кроме того, 398 одинцовских ребят поехали в Клин и в Патрию, в лагеря «Горизонт» и «Гагарин». Детям из малоимущих и многодетных семей, а также одаренным школьникам путевки предоставлялись бесплатно. Родителям нужно было только заполнить заявление на региональном портале госуслуг. Было подано 878 заявлений на предоставление муниципальной услуги отдых детей в конкулярное время. Это почти на 12% больше, чем в предыдущем, в 2021 году. По поручению Андрея Иванова была создана межведомственная комиссия по контролю распределения путевок. В состав ее вошли представители сфер культуры, спорта, образования и родительской общественности. Благодаря этому принцип распределения льгот на летний отдых стал максимально наглядным и прозрачным. Для детей, не поехавших в лагерь, общеобразовательные школы и округа продумали интересные тематические программы. 34 образовательные учреждения округа предоставили почти 1700 школьникам возможность на базе школ провести летнюю оздоровительную кампанию. Это дети от 7 до 12 лет с питанием, с играми, с развивающими мероприятиями, с экскурсиями. Также в рамках летней оздоровительной кампании было проведено более 3,5 тысяч различных спортивных и культурных интерактивных мероприятий. Полина Толмачева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».